Учителя года встретились накануне на 9-м областном слёте участников главного педагогического конкурса. Они не только обсудили актуальные вопросы образования, но и подготовили мастер-классы. Но главной темой встречи стала подготовка к юбилейному 25-му конкурсу «Учитель года». Что готовят организаторы, расскажет Вергина Матевосяна. Рычкова Ольга Валерьевна. Главного хрустального пеликана в этом году вручили учителю математики средней школы поселка Кобра Нагорского района. Свою профессию Ольга Валерьевна считает делом всей жизни. Каждый из нас, говорит она, должен работать в школе не вопреки, а во имя. Уже по традиции раз в году все участники конкурса «Учитель года» собираются на областном слёте. Для того, чтобы обсудить актуальные вопросы образования, просто пообщаться и вспомнить конкурс. Я тогда был гораздо моложе, 25 лет назад. Это победитель первого областного конкурса «Учитель года». Прошло четверть века, но Николай Ченцов в деталях помнит своё выступление. Я урок давал в 10-м классе по национально-государственному устройству СССР, образованию СССР. Далее у нас было педагогическое кредо, решение педагогической ситуации. Конечно, тот размах, который преобрел в дальнейшем, это движение, этот конкурс, не сравнить с первым конкурсом. И действительно, с каждым годом мероприятие становится всё глобальней. К примеру, особенностью 24-го конкурса стало то, что кроме учителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования и психологов, появились в конкурсе мастера производственного обучения. Пять номинаций, пять дней напряжённой работы, мастер-классы, презентации, открытые уроки. Следующий конкурс «Учитель года» будет юбилейный, поэтому вопрос его подготовки на сегодняшнем слёте стал одним из центральных. Есть идея, что в финале областного конкурса будут участвовать победители разных лет. То есть не так традиционно, как это всегда выбирали лучшие из округов, приезжают и показывают своё мастерство, а именно собрать всех тех, кто был победителем в течение 25 лет в Кировской области и сделать соревнования между ними. То есть вот мне кажется, что сегодняшний день это некая репетиция, то идея, которая вот сейчас светает в воздухе, которую нам предстоит обсудить. Кроме этого, слёт был наполнен общением, мастер-классами и семинарами. А имя абсолютного победителя юбилейного учительского конкурса станет известно в апреле. Вергина Мтевасян, Сергей Щёкин, Вести, Киров.